Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что с связью все хорошо. Если какие-то помехи или неполадки, пожалуйста, отпишитесь в чат. Но до начала мы проверяли, все было замечательно. Но, повторюсь, тема сегодняшнего нашего вебинара – это «Песочное рисование как инновационная технология развития творческих способностей». Так, извините, отвлеклась на чат. «Рисуя песком, ребенок погружается в мир фантазии и сказок, причудливых образов и форм. Это очень увлекательный процесс. По своему опыту могу сказать, что этот процесс увлекает не только детей, но и взрослых. Этот процесс затрагивает все сферы чувств и пробуждает творчество, одновременно вдохновляет и расслабляет. Прикасаясь к песку, можно почувствовать его сыпучесть, движение и тепло. Погружение в приятное текущие состояние, необыкновенные техники и соприкосновение с природным материалом снимает стресс и любое напряжение. Там же очень актуальна сейчас работа со страхами тоже при помощи песка. С помощью песка можно нарисовать пейзажи. В конце сегодняшнего нашего вебинара я расскажу небольшой мастер-класс. Пейзаж сможет нарисовать совершенно любой человек. Даже человек, который не умеет рисовать по его мнению. Там все ясно, понятно и вы также сможете попробовать, если захотите. Также при помощи песка рисует портреты, натюрмоты и какие-то абстракции. Допустим, если ребенок у нас считает, что у него нет художественных способностей, мы предлагаем ему порисовать абстракции. Именно работа с песком притягивает и заинтересовывает детей в большей степени. О том, как сделать эту работу наиболее продуктивной, мы сегодня с вами поговорим на нашем вебинаре. Ну, давайте рассмотрим содержательные вопросы нашего сегодняшнего вебинара. Это песочное рисование как вид арт-терапии и графики вида песочного рисования, особенности песка как художественного материала. Приемы и техники песочного рисования, применяемые в условиях небольшой временной протяженности занятий. Так как долго на занятиях мы этим заниматься не можем, мы можем применять основные приемы и техники, и это поможет нам тоже расслабиться и включить ребенка в деятельность. И использование дополнительных инструментов и аксессуаров на занятии. Ну, песочное рисование является одним из видов арт-терапии. Арт-терапия, ну, немножечко теория, это направление психотерапии, психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается терапией изобразительным творчеством, имеющая целью свои воздействия на психоэмоциональное состояние. Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие способности самовыражения и самопознания. При помощи того же самого песка у нас, я расскажу несколько сегодня возможностей песка, ребенок или же взрослый, этим заниматься мы можем не только с детьми, самовыражается и познает себя. Ценность применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что его помощью можно на символическом уровне, можно выразить и исследовать самые разные чувства. Даже те, что у нас находятся в нашем бессознательном, выразить такие эмоции и чувства, как любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость. Все это мы можем выразить при помощи песочной терапии. Причем это будет также неосознанно, точно так же, как наши проективные методики. Задача арт-терапии и задача тоже работы с песком сюда входит. Дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным чувствам. Облегчить процесс лечения, если это у нас психотерапия, в качестве вспомогательного метода. Получить материал для психодиагностики. Как я уже сказала, наша бессознательная здесь выходит на поверхность, и мы можем с этим работать. Проработать подавленные мысли и чувства. Установить контакт с клиентом. Если это у нас маленький ребенок, то, естественно, песочница заинтересует его очень сильно. Но могу сказать, по собственному опыту это интересует не только маленьких детей. Подростки тоже с большим удовольствием в кабинете психолога работают с песком и не считают это каким-то детским моментом. Развить самоконтроль. Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах. Развить творческие способности и повысить самооценку. Что касаемо повышения самооценки, так как я уже сказала, есть определенные техники, когда у нас человек, допустим, даже не способный, так как он считает, что он не способный рисовать, при рисовании песком получает очень хорошие результаты, ему это нравится, и он продолжает этим заниматься дальше, дальше и дальше. Какие же у нас показания для арт-терапии существуют? Сюда тоже также входит рисование песком. Трудности эмоционального развития, стресс, депрессия, сниженное настроение, эмоциональная неустойчивость, импульсивность эмоциональных реакций. Наш песок, прикосновения... Так, коллеги, подскажите, пожалуйста, говорят, что идет без звука презентация. Отпишитесь со звуком или без. А, звук есть. Все, спасибо, Татьяна Викторовна. Извините, отвлеклась. Переживание эмоционального отражения другими людьми, чувство одиночества. Все, спасибо, достаточно. Межличностные конфликты. Это мы тоже можем проработать при помощи песка. Здесь именно сама структура песка позволяет успокоиться и перейти немножечко в другое состояние. Также показаниями к арт-терапии может являться неудовлетворенность с семейными отношениями, ревность, повышенная тревожность, страхи, фобии, негативная я-концепция и, опять же, низкая самооценка. Мы с вами говорили, что одна из задач арт-терапии – это повышение нашей самооценки. И немножечко я вам сейчас перечислю виды арт-терапии. Если какой-то из видов вас заинтересует, вы можете тоже отписаться и, возможно, нам предоставят возможность поговорить и об этом виде арт-терапии в следующих вебинарах. Немножечко быстро пройдемся. Это виды арт-терапии, такие как музыкотерапия. Это у нас терапия музыкой. Здесь может быть танцевальная терапия, либо просто прослушивание музыки. Песочная терапия, о которой мы с вами сегодня поговорим. Глинотерапия – это у нас лепка, библиотерапия. В том числе сюда входит и сказкотерапия. Это литературное сочинение и творческое прочтение литературных произведений. Куклотерапия и мульттерапия. Немножечко отвлекусь. Вот вижу от Ирины Валентиновны. Это маг в работе психолога. У меня есть эта тема. Музыкальная сказкотерапия и танцевальная терапия. Хорошо, спасибо большое за отзывы. Ну и давайте вернемся к нашей пока песочной терапии. В соответствии с федеральным законом об образовании, основным приоритетом образования сегодня выступает личностно ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота об его эмоциональном благополучии. Мир окружающего ребенка становится год от года все разнообразнее. Даже раньше, идя по улице, ребенок не получал такого потока информации, как сейчас. Мы сейчас проходим по улице, у нас куча рекламы, это все светится, моргает, мелькает, и за счет этого, естественно, у нас эмоциональное состояние ребенка нарушается. Здесь разнообразнее и сложный мир требует от него не шаблонных и привычных действий, а подвижности мышления, быстроты, ориентировки, творческого подхода к решению задач. В современном мире растет, прогрессируется, ну, как бы растет ухудшение здоровья детей. Мы знаем, что на сегодняшний день в дошкольном возрасте здоровые дети – это 3-4%. Рождение ребенка, ну, к сожалению, стало редкостью, да, и дети с речевыми расстройствами сейчас составляют большую часть нарушений, да. Причин роста патологии множество. Как я уже говорила, да, это плохая экология, несбалансированное питание, повышенные информационные перегрузки. А за счет этого у таких детей повышается двигательная активность и, в свою очередь, это мощный биологический стимулятор жизненной функции растущего организма, да. Если говорить о дошкольниках, то таких детей выделяют слабую эмоциональную неустойчивость, да. Самоконтроль у них еще нарушен, и они очень сложно приспосабливаются к окружающему миру, да. Именно в этот момент можно использовать именно песочную терапию, да, и это будет очень помогать. Для стабилизации эмоционального состояния используют различные игровые технологии с песком. И также за счет этого мы можем с вами решить коррекционно развивающие и общие образовательные задачи. Игры с песком – это современный подход в развитии детей дошкольного возраста, потому что является доступной формой деятельности для каждого ребенка, да. Недаром у нас сейчас, ну, не только сейчас, но и ранее дети начинают свою игровую деятельность в песочнице, да. Почему? Потому что песок у нас мелкий, очень хороший материал, так сказать, для строительства, да, и это очень увлекает детей. Такие игры являются одним из самых любимых увлечений детей дошкольного возраста. Песок – это природный материал, и поэтому он очень приятен, да, податливый и способен принимать разнообразные формы. Особенно если мы с вами посмотрим песок, который продается специально, да, для песочных столов, он очень-очень мелкий, он отличается от песка, в котором дети играют в песочнице, да, но и, я буду говорить немножечко позже, этот песок из песочницы точно так же можно использовать для детей. Но игры с песком дают большой воспитательный и образовательный эффект. Во-первых, игры с песком имеют определенное функциональное значение, то есть мы строим, да, мы изучаем и закрепляем какие-то геометрические фигуры, цвет, размер – это все тоже можно делать при помощи песка. Во-вторых, игры с песком имеют физиологическое значение для ребенка, да, развивается мелкая моторика рук, ловкость, координация движений, да, и так далее. Ребенок у нас начинает лепить, и у него это начинает получаться, он начинает воспринимать формы. А в-третьих, игры с песком развивают произвольное внимание, навыки произвольного поведения, да, в играх с песком существует определенное правило, формируется умение работать в коллективе, если это несколько детей, да, а если мы даем ребенку инструкцию или какой-то план, то во время работы с песком ребенок тоже учится выполнять этот план или выполнять эту инструкцию. А четвертый момент, что дает нам песочное рисование песком, да, это данные игры влияют на психическое развитие ребенка, развивается речь, почему, можно сказать, да, причем здесь речь, но мы знаем, что у нас наши кончики пальцев, это наша речь, да, соответственно, за счет того, что структура песка неоднородная, да, и песчинки, они стимулируют наши ладошки. Так, извините, также развивается память, развивается воображение, да, потому что ребенок начинает придумывать какие-то формы, начинает изображать рисунки. Точно так же у нас развивается внимание, мышление и регулируется эмоциональное состояние, да, ребенку с повышенным эмоциональным состоянием, да, можно сказать, такому расторможенному песок очень хорошо успокаивает детей. Исходя из собственного опыта, да, детки, которые у меня с гиперактивностью занимаются, то песок очень хорошо их успокаивает, он как бы завораживает, завлекает и очень хороший эффект дает. В-пятых, приобретаются коммуникативные навыки, свойства песка несут в себе некую загадочность и таинственность, и способность завораживать человека, да. А сейчас, ну вот год назад они прям были очень сильно популярны, вот песочные столы, сегодня в конце, если будет время, я расскажу, как сделать самостоятельно такой стол. Эти песочные столы имеют возможность подсветки, не все, но большая их часть имеет возможность подсветки, да. И когда работаешь с ребенком, даешь возможность ему выбрать любой цвет, на котором он будет рисовать, это очень завораживает. А если занятие проходит вечером, да, то дети вообще воспринимают это как сказку. Но точно так же рисование с песком можно использовать и при сказкотерапии. Игры с песком, как я уже сказала, успокаивают импульсивных, чересчур активных детей, да, но при этом они раскрепощают зажатых, скованных и тревожных. Игры с песком – это своеобразный театр, сфера творческой деятельности ребенка, да. Играя с песком, ребенок раскрывается, а так как он увлечен действием игрой, полностью туда погружается, да, а песок обладает, опять же, релаксационным действием. Работая с детьми, используются игровые технологии с песком, рисование сухим песком, да, цветным песком, рисование палочками на песке, песочная анимация, строительство из песка. При развитии творчества у детей делается упор на самостоятельность в создании рисунков из песка. Да, здесь у нас ребенок должен самостоятельно сфантазировать, да, различные постройки, делать какие-то фигуры, придумать, возможно, сказочные сюжеты. И при этом нужно всегда ребенку говорить о том, что он как бы должен проговаривать свои действия, и после чего дети уже с удовольствием рассказывают свои песочные сказки, да, если мы это им постоянно предлагаем. Целью педагогической работы является развитие творческих способностей через игровую деятельность с песком, да. Здесь у нас закрепляются знания об основных свойствах песка. Мы детей знакомим с техниками рисования песком, как я уже сказала, да, рисования сухим и цветным песком, рисования палочкой на песке. Так, извините, на чат влеклась, извините. Песочная анимация. Развивают самостоятельность, как я уже сказала, да, творческие способности. Опять же, если дети с тяжелыми нарушениями речи, то им это очень полезно. Развивается мелкая моторика, тактильное ощущение и координация движения. Если мы с вами говорим, извините, переключила, если мы с вами говорим об организации занятий с песком, то при организации игр с песком важно учесть следующие моменты. Песок должен быть закрытым, да. Если мы оставляем песок, зачастую вот даже у нас наши песочные столы пришли без крышки. И если песок будет в постоянном доступе у детей, он не дает должного эффекта, да, если он в постоянном доступе у детей. А здесь мы это делаем как занятие, да. И опять же, зачем он должен быть закрытым? Ну, попадание любой там влаги, любой пыли, это все будет нам мешать в дальнейшем в проведении наших занятий, да. А песок должен быть чистым, естественно, да, чтобы попадание пыли не происходило. Материалы должны быть размещены так, чтобы ими было легко воспользоваться и взрослому, и детям, да. То есть на уровне ребенка и так, чтобы он мог всегда дотянуться до них, да, и мог с ними работать. Какие же у нас условия работы с детьми? Условия работы с детьми, ну и со взрослыми тоже, естественно, это согласие и желание ребенка. Если ребенок в данный момент не хочет работать с песком, мы его не заставляем, потому что должного эффекта все равно не будет. Мы можем приложить, попробовать, да, потом ребенок, так сказать, втянется в эту деятельность и будет дальше уже работать. Также специальная подготовка воспитателя, его творческий подход к проведению детской деятельности с песком. Здесь воспитатель должен знать особенности, да, проведения занятий, и не так, что воспитателю все равно, то, естественно, воспитатель должен проявлять свои творческие способности. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, да, каких-то кожных заболеваний и порезов на руках. Это естественно, чтобы это все у нас не попало к нам в ранки, да. Перед проведением занятий, естественно, мы осматриваем руки ребенка, чтобы у него все было в порядке с кожными покровами. Организовывая деятельность с песком, детям предлагается игровая ситуация. Допустим, в костях у песочной феи. У нас все детки любят феи, соответственно, это их увлечет, да. Вначале закрепляются знания о песке. Допустим, какой может быть песок? Сухой, да, сырой. Основные свойства сухого песка, то есть он хорошо просыпается, да, он хорошо рассыпается. Основные свойства сырого песка, то есть то, что мы можем сделать из песка, да. Устанавливается правило игры в песочнице. То есть мы там не кидаем песок, да. Обычные такие стандартные правила, которые мы проговариваем детям. И каждое занятие мы проговариваем детям основные правила по технике безопасности. Не так, что мы проговорили на первом занятии и забыли об этом. Нет, дети очень быстро забывают. И, соответственно, мы проговариваем это каждый раз. Дальше детям предлагается воплотить в песке свои идеи теми способами, которые им больше нравятся, да, такое, так сказать, совместное рисование. При совместной деятельности с педагогом дети осваивают технику рисования сухим, допустим, там, цветным песком, да, рисования руками. Чаще такая деятельность проводится индивидуально или небольшими подгруппами. Почему? Потому что чаще всего столы для рисования, они у нас небольшие, да, но максимум их можно поделить на 4 ребенка этот стол, и все, если больше, там уже просто невозможно встать. В идеале, да, конечно, стол на каждого ребенка, либо стол на двоих. Но, к сожалению, не всегда есть возможность это предоставить детям. Рисование песком – это занятие не только творческое, увлекательное, но и полезное. Как и любое рисование, рисование песком, да, я уже сказала, развивает фантазию, мелкую моторику, да, пространственное восприятие и внимание. Современные исследования доказывают, что, занимаясь рисованием, ребенок не только владевает практическими навыками и осуществляет свои творческие замыслы, но и расширяет кругозор, да, развивает художественный вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном. Очень увлекательным занятием для детей – это окрашивание песка, да, цветными мелками и создание из них разнообразных картин. Здесь дети у нас могут создавать различные картины и описывать их. Дети осваивают разные техники рисования на песке, то есть, да, я буду дальше подробнее говорить, как мы это делаем. Это, допустим, рисование одним пальцем, одновременное использование нескольких пальцев, с ребром ладонью, щепотью, да, ладошкой и кулаком. Дети с интересом создают картины как на мокром, так и на сыром песке, да. На сыром песке, ну, многие у нас, наверное, рисовали там на пляже где-нибудь, да, на ровной влажной поверхности. Дети могут пальцем или палочкой рисовать различные изображения животных. Людей, да, оставлять на влажном песке отпечатки каких-то ладошек, ступней, да, или следов. Также делать отпечатки геометрических форм. При этом дети лучше запоминают их название, да. Если есть такая возможность, то мы можем изучать формы именно при помощи рисования на песке. Это у нас увлекает и завлекает больше. Соответственно, на положительных эмоциях дети лучше запомнят фигуры. Дети с удовольствием из сырого песка сооружают сложные и крупные постройки, да, в процессе строительства вырезают с помощью лопаток и так далее. При этом очень любят дети украшать и строить какие-то дворцы, да. Организуя игры детей с песком, педагог должен включаться в эту деятельность. Не так, что у нас педагог состоит со стороны. Нет, педагог включается в деятельность, объясняет, показывает приемы работы с материалом, помогает развивать сюжет, если дети немножечко как бы подостановились. И это все развивает интерес к строительству, рисованию, да, и изготовлению различных поделок, которые могут использоваться в дальнейшем. Ну, давайте перейдем непосредственно к самой технике, да, для работы с песком. В технике Сент-Арт можно использовать классическую песочницу, да, ее еще называют юргианская песочница. Какую же предложил песочницу у нас Юнг? Это деревянный поднос размером 50 на 70, дно и борта, которого выпрошены в голубой цвет. Почему голубой, да? Это символизация модели мира, голубое у нас это дно, то есть вода, да, а борта – это небо. Средние размеры песочницы соответствуют размерам нормального поля зрительного восприятия, то есть у нас может охватить 50 на 70 наш взгляд, да. Также возможно изменить цвета бортов, если, ну, нам это необходимо, да, допустим, там зеленый, желтый, красный, фиолетовый и так далее. Такой поднос с песком – это уникальный инструмент, он позволяет знакомиться со многими событиями жизни при помощи песка. В данной песочнице может использоваться любой песок природного цвета, допустим, речной, морской, да, или кварцевый. Но сейчас нам предлагают разноцветный песок, здесь мы можем выбрать тот, который нам больше нравится, да. В то же время специально для работы в этой технике, допустим, пескографии, да, песочной анимации или мультипликации, есть спроектирован целый стол, да. Он может быть с белой веткой, да, и световой планшет с акриловым стеклом. Данные поверхности позволяют создать рисунки из классического песка с использованием, допустим, светотеней, и также использовать разноцветный песок. Чтобы разнообразить процесс рисования, использовать можно грабельки, да, с зубцами геометрической формы, допустим, какие-то треугольники, прямоугольники, фактурные ролики, трафареты, штампы, молды. Сейчас, минуточку, вопрос вижу, договорю и отвечу на него. А также можно использовать обычные кисточки для рисования, палочки, ну, любой подручный материал. Выбор соответствующего оборудования зависит от возрастных, психо-биозеологических и индивидуальных особенностей. И также от того, что в итоге мы хотим получить, да. Сейчас, минуточку. После рисования мелками песок нужно менять на чистый. Да, здесь у нас должен быть чистый песок. Как часто обрабатываете песок? Ну, смотрите, здесь существуют определенные санки нормы. Мы обрабатываем раз в неделю песок. Но можно это делать и чаще. Но здесь в зависимости от того, как дети часто занимаются. У нас есть возможность. Во-первых, у меня кабинет обрабатывается ультрафиолетом сам. На этот момент я просто открываю песок, да. У нас рециркулятор стоит в самом кабинете, и это немножечко спасает. Здесь в зависимости от того, как дети часто занимаются, да. Песочное творчество детей, да. Рисование песком, получение рисунков и изображений с помощью белого, кварцевого или цветного песка. Какие же у нас существуют техники рисования? Это рисование на специальных столах, как я уже дала, или планшетах с подсветкой ниже. А также оборудованием, замещающим его. Эти столы можно сделать самостоятельно, да. Так, минуточку. Одно из моментов рисования, это тоже очень интересно, это радуга в банке. Здесь нам предлагается наполнение цветным песком бутылки или банки. В руках мастера техника наполнения цветным песком выглядит предельно простой и доступной, да. Эта техника по праву может считаться искусством, поскольку требует, ну, большого опыта. Творческий подход. Это еще требует усидчивости. Данное искусство создания изображений из песка внутри бутылок зародилось еще в арабских странах, да. Невероятная сложность работы с песком превращает творческую задачу в настоящую головоломку. Здесь мы детям тоже можем предложить сделать свою радугу в банке. Тоже очень увлекательное занятие рисование песком в банке, да. Мы предлагаем детям песок разного цвета и засыпать, допустим, какими-то причудливыми формами, да. Соответственно, ребенок создает свою абстракцию, ему это очень нравится, очень увлекает, и дети это любят. А еще один момент, что мы можем использовать, это как бы портотип нашего сырого песка, это кинетический песок, да. Он у нас такой как бы мягкий и пластичный. Здесь мы тоже можем использовать кинетический песок для своих работ. Также песочные картины можно рисовать на обратной стороне самоклеющейся бумаги. Таким образом поверхность не надо дополнительно обрабатывать клеем. То есть у нас есть и цветная самоклеющаяся бумага, либо просто вот самоклеющаяся бумага, которую мы используем для оклейки какой-то поверхности, да. Мы ее переворачиваем, но опять нужно быть осторожным. Мы можем рисовать на этой поверхности, но объяснить, что она липкая детям тоже необходимо, потому что очень часто детки прилипают, да, к этой поверхности. Какие же возможности у нас есть? Это рисуем цветным песком, песок мы можем заменить на соль, да, манку, крупу, нитки и так далее. Возможности для материала рисования не только песком, да. Так, сейчас минуточку отвечу на вопрос. Возможности для материала безгранично, как я уже сказала, да, если он мелкий, красивый, легкий, весь фон мы можем закрасить тоже песком. А смотрите, какой возраст, ну, начиная с трех лет, вы вполне можете это использовать. Ну, как бы тут вообще возрастных ограничений как таковых нет, потому что дети у нас начинают, мы с вами знаем, да, посещать песочницу с раннего возраста. И могу сказать, что у меня, ну, взрослые люди даже в 52 года тоже рисуют песком, это прекрасно, и их это увлекает, возраст, но не ограничен, да. Если мы с вами говорим о приемах рисования песком, рисование на стекле, мы переходим, да, к нашим световым планшетам, рисование на стекле включает в себя определенные приемы, с помощью которых выполняется рисунок, да. Первый, это щепоткой, да, щепотку песка зажимают между пальцами и насыпают на стекло, движением которым, как бы мы солим еду, да, такой определенной солонкой. Часто так и говорят, посолить песком. Песок также можно набрать в ладонь, держа ее лодочкой, да, и легонько стряхивать на поверхность. То есть мы просто выравниваем нашу ладонь, да, и немножечко трясем. А также еще рисование песком возможно с помощью песочной струи, да, когда горсть песка зажимается в кулаке, ну вот попробую показать, то есть вот таким вот образом, просто у нас кулак, и мы просыпаем наш песок, да. Затем тоненькой струей высыпается из слегка разжатого кулака, да. Высыпать песок можно в виде прямых или, ну, каких-то зигзагообразных линий, да, кругами, спиральками. Также рисовать по песку можно при помощи пальцев, раздвигая ими по поверхности, да. Можно рисовать, опять же, одним пальцем, сразу несколькими. Таким способом изображают волосы, волны, траву, да, и так далее. При рисовании песком иногда используют тыльную сторону ладони. Это может быть одна рука, две руки одновременно, да, мы можем раздвигать наши ладони, раздвигать наш песок, и при этом рисовать как бы симметричные картины. Так можно нарисовать, допустим, птичьи крылья, да, или крылья бабочек. Мы это можем делать как ладошками одновременно, так и пальчиками одновременно. Рисование толстых линий, например, в створу улов деревьев вместо пальцев предлагается использовать ребра ладони, да, то есть ладонь. Мы ставим боком и рисуем ребром ладони, либо же кулаком, да. Некоторые крупные объекты тоже можно рисовать при помощи кулаков или кулака. Допустим, камни, да, при рисовании объектов поменьше используются точечные движения подушечек пальцев, да, допустим, дождевые какие-то капли, звездочки. Мы немножечко касаем, касаемся и рисуем именно пальчиками, нашими подушечками, да. Итак, какие же у нас особенности техники изображения? Мы можем рисовать кулаком, ладонью, ребром большого пальца, щепоть ее, да, то есть щепоткой как бы посолить, мизинцами. Одновременное использование нескольких пальцев, симметрично двумя руками. Отсечение лишнего – это когда мы просто берем нашу ладошку, ставим и сгребаем, ну, как бы убираем лишний песок, таким образом мы отсекаем лишнее, и насыпание из кулачка, да. Но давайте теперь каждую из техник я расскажу вам, да. Допустим, существует техника закидывания. Это используется для создания темного фона. У нас используется техника закидывания, да, на большей части рабочей поверхности. Делается она несколькими быстрыми движениями, то есть ребром ладони. Извините, я пропустила, вот у нас техники, да, отлистала презентацию. Используется для создания, как я уже сказала, темного фона на большой части рабочей поверхности. Делается несколькими быстрыми движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем верхушку песка, лежащую вдоль края стекла, да, то есть мы как бы закидываем к центру или противоположному краю. От амплитуды движения будет зависеть, насколько далеко песок будет распространяться по нашей поверхности. При закидывании получаются причудливые песочные разводы. При помощи данной техники удобно изображать небо, землю или море, да. Следующая техника застыпания используется для создания, опять же, затемненных поверхностей. Данная техника позволяет создать градации и тонкие переходы на темных участках рисунка. Как мы это делаем? Набираем песок в кулак, держим его над поверхностью, повернув пальцы вниз, да, но сжимаем их не очень сильно. Таким образом у нас песок сыпется сквозь щелочки, да, совершая небольшие движения из стороны в сторону. Мы это делаем как бы очень ровно, да, рисуем темную поверхность. Если нам нужно полностью для нашего рисунка полностью темная поверхность, то таким образом мы засыпаем нашу поверхность. Следующая техника – это насыпание, да, взяв песок в кулак, сжимаем его и держим венстикально, чтобы пальцы были обращены к рисующему, да, то есть с нашего кулака мы засыпаем тонкой струйкой из отверстия ладони, да, с соглотым мизинцем. Там, где у нас мизинец, мы просыпаем. Здесь данный вид техники применяется для затемнения элементов рисунка внутри контуров или получения темных фигур, да, мы как бы насыпаем наш песок. Следующая техника – это техника вытирания. Данный вид техники применяется для создания светлых участков на рисунке, то есть мы стираем наш рисунок, да, вытирая лишний песок с поверхности, рисуем нужный силуэт из оставшегося песка, положите ладонь на поверхность и немного нажимая на нее, да, двигаем кистью по стеклу в нужном направлении. Смотрите, да, сегодня в конце будет небольшой мастер-класс, но он будет не видео-мастер-класс, а будут представлены фотографии. В конце я скажу, как можно будет нарисовать дерево. Положив ладонь на поверхность, да, немного нажимаем и отодвигаем. Для получения небольших светлых пятен мы используем либо большой песок, извините, большой палец и стираем наш песок, либо мизинец, да. Следующая техника – процарапывание. Это итог процарапывания – создание светлого контура, схожего со следами карандаша или фломастерами, да. Для рисования используем подушечку пальцев или ноготь. Техника отпечатка. Следующий момент – она помогает добиваться имитации различных фигур и материалов. В зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно использовать отпечатки, ну, всего ладони, пальцев рук и так далее. Также можем использовать, да, дополнительные элементы. У нас есть этот пункт в нашем содержании вебинара, да. А здесь можно использовать расческу, кисти, картонку, да. А следующая техника – это рисование светлым по-темному. Для этого готовят фон. Одно из техник – мы равномерно насыпаем песок на стол, а затем рисуем понемногу, раздвигая песчинки, оставляя светлые линии. Обратно этому технику – это рисование темным по-светлому. На чистую поверхность наносятся различные элементы с помощью заполнения песком. Обе эти техники легко совмещаются и комбинируются, да. У нас получается очень хороший и большой рисунок. Постоянно оживлять рисунок, чтобы из него получалась песочная анимация, необходимо отсекая, допустим, ненужный фон, и оставлять главное, да. Занятия с применением песочной технологии дают качественный скачок и в развитии логического мышления, да. Допустим, дети с низкой самооценкой начинают повышать себе самооценку. Ну, что касаемо занятия. Допустим, смотрите, нет, для техники процарапывания я вижу вопрос. Пожалуйста, вопросы, папочку вопросов, потому что в чате могу упускать. Для техники процарапывания, вот Татьяна Викторовна спрашивает, песок должен быть мокрым? Нет, не обязательно. Мы можем рисовать и на мокром песке. Но на сухом песке, смотрите, мы как бы засыпаем, да, одним из видов либо накидыванием песок, и тогда мы процарапываем наш песок, чтобы просто, важно, чтобы был ровный фон. Мокрым он не должен быть, это не обязательно, потому что наши световые столы, мы на них работаем без воды, да. Это у нас просто сухой песок. Каждое занятие включает в себя несколько этапов. Подготовительный этап – это проводится упражнение для развития мелкой моторики, наблюдательности, подготовки руки к рисованию, да, гимнастика на развитие эмоциональной сферы, да, внимания, памяти и воображения. Второе – это вводный этап. Вводная часть предусматривает использование художественного слова, да, проведение игр для привлечения внимания детей, беседу по теме. Педагог может пофантазировать с детьми до начала нашего рисования. Следующее – это основной этап. Основная часть… Сейчас, минуточку, отвлекусь. Размер столов очень маленький, для школьников неудобный. Но у меня занимаются дети, в принципе, у нас удобно, даже при определенных ситуациях приходится делить на двоих. На двоих неудобно, а индивидуально довольно-таки неплохо. Что у нас здесь? Основной этап – это основная часть, непосредственно работа с песком по теме. Важную роль играет музыкальное сопровождение. Музыка может подбираться с учетом тематики и предлагается, чтобы музыка звучала на протяжении всей деятельности. Следующий – это у нас заключительный этап. Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков. После подведения итога образовательной деятельности детские работы можно, допустим, сфотографировать замечательно, если возможность снять весь процесс на видео. Также можно организовать определенные выставки этих работ, фото этих работ. Существуют определенные правила игры с песком. Для малышей как мы это можем представить? Мы говорим детям, что берегите песчинки, не выбрасывайте их из песочницы. Если случайный песок высыпался, покажи это взрослому, и он поможет вам и вернуться обратно в песочницу. Нельзя выбрасывать песок из песочницы. Песчинки очень любят, и могу сказать честно, у меня дети очень часто их берут в рот, но это нужно объяснять детям. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей. У детей всегда должны быть чистые руки, и поиграл с песком, да, помой ручки и покажи чистые ладошки. Наши игрушки любят, когда их ставят на место после игры, надо их убрать, чтобы им было удобно. Также отметим несколько важных правил совместного с ребенком рисования. Ребенку нужно лишь предлагать варианты игр, а не заставлять его следовать той песочной программе, которую мы придумали. Структура занятия должна быть адаптирована под интересы ребенка. Здесь этот момент тоже отмечаем. Создавайте пространство для его самовыражения, а не устанавливайте жесткие правила. Ну и давайте уже сам мастер-класс в видеоформате, к сожалению, не получилось записать. Сейчас я немножечко расскажу, как мы с вами можем рисовать песком. Прежде чем начать рисование, мы с вами готовим фон, да. Мы набираем в ладонь песок. Вот мы видим на фото, да. Мы набираем в ладонь песок и как бы солим стекло. То есть у нас должен быть определенный фон. Мы равномерно рассеиваем его над поверхностью, да. Следующее. Мы вспоминаем, как выглядит дерево, да. Оно начинается с широкого ствола. Его нужно рисовать, то есть при помощи большого пальца мы его рисуем. И используя целиком всю подушечку, да, весь наш большой палец. Следующий момент. Дальше мы, ствол дерева становится у нас тонким, да, поэтому уже рисуем не всей подушечкой, а примерно его половиной, да. То есть здесь мы как бы сгибаем наш палец. Верхнюю часть рисуем уже практически ногтем, да. Мы как бы поднимаем, видим, у нас вот получается такой ствол. Дорисуем остальные ветви дерева и крупные, и мелкие. Тонкие ветки рисуем ногтем. И необходимо не забывать, что все ветки не могут быть прямыми, да. Мы добавляем им некую кривизну. Ну вот такой вот ствол дерева у нас получился. У нас получилось, ну вот такое вот голое зимнее дерево. Мы его дорисовали, да. Теперь нужно наградить дерево листвой и нарисовать ему крону. Для этого мы берем порт песка в кулак и осторожно, разжимая круговыми движениями, сыпем песок на рисунок, да, следуя форме кроны, следуя тому, что мы уже нарисовали. Немного досыпаем песка внизу у ствола дерева, да, в виде травы. Так у нас получается вот такое вот, ну как бы источное майское деревце. Так, минуточку. А теперь мы превращаем дерево в по-настоящему летнее, да. Это тоже такая своеобразная анимация. Мы предлагаем нарисовать ему плоды разного размера с помощью отпечатков, используя сразу все пальцы, да. То есть мы ставим наши ладошки перед нами и как бы делаем отпечатки, двигаем разными пальцами. Чтобы сделать дерево осенним, мы добавляем теми же движениями еще больше упавших плодов на землю под деревом, да. То есть наши плоды падают вниз, да. После этого мы обозначаем крону дерева еще больше, начинаем обводить ее большим пальцем руки, добавляя линиям изогнутости, да. И далее убираем лишнее при помощи нескольких пальцев или ладони, придавая деревцу настоящую форму. Вот такая форма дерева у нас получается. Небольшой мастер-класс вот такого вот образа может помочь ребенку уже более четко видеть свой результат, да. Но это то, что так... Сейчас минуточку вижу на момент, если поднимать. Да, вот, извините, отвлеклась. Алена Григорьевна говорит о том, что маленький размер стола, ну, здесь все зависит от, да, действительно, от размера стола. Ну, 50 на 70, возможно, мало. Это, смотрите, исходя от, из возможностей ваших, так же, как финансовых, и, как бы, возможностей кабинета, да. Здесь рекомендуются разные размеры нашего стола. Вы можете их корректировать, да, именно исходя из своих запросов и исходя из своих возможностей. Ну, в общем, у меня, как бы, сегодня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь в папочку «Вопросы». Сейчас еще несколько минуточек мы подождем, если есть такие вопросы. Те вопросы, что я видела сегодня в чате, я на них, ну, ответила. Если на что-то не ответила, пожалуйста, в папочку «Вопросы», да, чтобы мы не потеряли их. Так, но пока вопросов я не вижу. Да, спасибо вам за участие в вебинаре. Было очень приятно работать. Спасибо, очень приятно. Надеюсь, что информация была полезной. Так, где-то вижу вопрос. Убежал уже вопрос. Сейчас, минутку. Пожалуйста, в папочку «Вопросы» не успеваю. Чат двигается очень быстро и пропускаю вопросы. Так, 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 пока не вижу. Так, максимально сколько времени можно заниматься? Ну, знаете, именно ограничений по времени нет. Здесь именно ваши возможности временные, временные возможности ребенка. Так, вот вижу. Смотрите, мы не мелками рисуем по песку, да. Мы как бы окрашиваем песок мелками. Здесь, естественно, мелками мы можем только процарапать. Но смысл процарапывания, да, песка цветным мелком здесь нет. Нет, здесь цветной мелок помогает нам окрасить песок, да, чтобы он был сам песок цветной. И здесь мы уже рисуем цветным песком, да. Смотрите, в домашних условиях для малышей какой песок использовать лучше? Могу сказать, ну, вот исходя из опыта, ну, для рисования лучше купить специальный песок. Он продается мелкий, по цене он не сильно дорогой. Но, опять же, смотрите, в своих возможностях, потому что этот песок будет рассыпаться по квартире. И пространство для рисования песком у ребенка должно быть организовано правильно, чтобы вам потом не убирать этот песок по всей квартире. Да, но песок лучше, естественно, использовать специальный. Если вы используете песок с улицы, да, вы его сушите, вы его прокаляете специально, да, чтобы там ничего, никакой, ни инфекции, ничего этого не было. Его тогда нужно прокалить, его нужно прогреть. А наш песок из магазина, да, он уже обработан, и с ним, опять же, работать проще. Так, ну, пока вопросы, вот, как сохранить материал, это вам ответит Татьяна Викторовна, да, немножечко позже. Но вопросов ко мне я вот пока не вижу. Сейчас еще минуточку быстро посмотрю. Так, еще в вопросах появилось. Смотрите, можно ли использовать, то есть чередовать с кинетическим песком? Занятие, да, но смешивать, естественно, эти два песка нельзя, да. Дети любят как кинетический песок, так и обычный, вот, да, на котором мы рисуем. Естественно, чередовать, это и развитие моторики в другом формате, и смена вида деятельности. Детям интересно. Только, опять же, смотрите, чтобы кинетический песок они вам не приносили на песочный стол. Потому что у меня часто такие случаи, когда дети просто приносят сухой песок кинетический, и потом это очень сложно извлечь, очень сложно убрать. Так, нужен ли сертификат психологу на работу с песком? Смотрите, сертификат самому психологу, если это у вас просто развивающее занятие, да, если это у вас не психотерапия, то, естественно, сертификата не нужно. Если вы это проводите как просто развивающее занятие, вы просто развиваете ребенка. Здесь сертификат не нужен. Воспитатель имеет ли право заниматься с песком или педагог-психолог? Смотрите, опять же, если вы это позиционируете не как психотерапию, да, на которую нужен определенный сертификат, определенное образование, если вы просто рисуете, это просто обычное развивающее занятие, которое помогает ребенку развиваться, да, и помогает, как бы, ему самореализоваться. Точно так же, как вы рисуете красками, точно так же вы рисуете песком. Так, в чат ссылку просят. Но, насколько я вижу, ко мне вопросов больше нет, да. Если что, я тогда постараюсь в папочке вопросы. Если они будут, я отвечу уже текстом. Так, сколько максимальное количество детей может быть на занятии? Смотрите, лично я проводила занятия, но мне так удобно, это 6-8 детей максимум, да. Естественно, 30 детей, это будет очень сложно. Здесь все зависит от возможности педагога. Могу сказать, по личному опыту, у меня это было 8 детей. Но 6 детей, это самый идеальный вариант. Можно проводить индивидуально, в мини-группах. Здесь, смотрите, если в мини-группах, да, то здесь вы, исходя из своих возможностей, набираете количество детей. Какие мастер-классы по рисованию вы посоветуете? Ну, смотрите, здесь тоже, опять же, исходя из ваших возможностей, готовясь, ну, к любому занятию, мастер-классов именно в интернете, как видео, как фото, да, аудио, их очень много. Здесь, исходя из ваших запросов и ваших потребностей. Так, смотрите, если песочную терапию, да, это проводит, естественно, терапевт с определенным уровнем образования. Если вы это используете просто как рисование, то здесь вы можете использовать любую технику рисования и просто рисовать. Ну, насколько я вижу, так, сейчас, минуточку, очень плохо видно. Скажите, пожалуйста, как оценить по рисунку, по песку рисунки на строй страхи? А, смотрите, песочное рисование – это та же самая проективная методика, да, если мы видим, допустим, какое-то зашумление очень сильное, да, то это у нас идет страхи, да, естественно. Также мы смотрим на то, что рисует ребенок. Мы предлагаем ему нарисовать, да, и что рисует ребенок, исходя из проективных, из интерпретации проективных методик, мы это все относим как бы к проективному рисованию, да, и мы смотрим интерпретацию проективного рисования, да, и, соответственно, мы видим, что хочет нам донести ребенок. Ну, надеюсь, я на все вопросы ответила, я жду Татьяну Викторовну для завершения вебинара. Если будут вопросы, я, опять же, отвечу текстом. Спасибо большое за внимание, было приятно работать, надеюсь, что... Спасибо.